Приветствую всех друзей, вы на канале Шедверилл Плей, меня зовут Дмитрий, друзья, мы продолжаем с вами Ведьмака Третьего, находимся на Скеллиге, и Енифер нас пригласила на какой-то пир, или на что мы, в ходу крепость Скайр, Трольды, парадный костюм, короче, нам надо надеть, король помера, мы будем праздновать, ну а что делать в Скеллиге, ну такое Скеллиге, ничего не поделаешь, ничего, что я вас тут обборовываю, нет? Надеюсь, вы меня поймете, я просто с Новиграда, сами понимаете, хоть рыбку вашу попробую, ну что, пошли тогда, да, по намеченному графику, сначала переоденемся, а потом тогда уже пойдем на бал, как сказала Енифер, а то еще разозлиться, мало ли, плотва тут стоит, ну и пусть стоит, сейчас вот еще немножко осмотрю, что к чему здесь И мне интересна местная корчма, сами понимаете, по какой причине Ну и доску объявлений тоже стоит посмотреть Корчма мне интересна, как возможность сыграть в гвинт с островитянами, это будет забавно, я думаю С собакой осторожно Так, ну давайте посмотрим, где тут доска объявлений, что тут, что, 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 где, что Че я не вижу О, квест И без доски объявлений, а че надо Бьерк Деньги давайте Дай-ка угадаю, рвут сети, жрут рыбу и иногда нападают на одиноких моряков, если кто ночью возвращается по берегу из корчмы Если б только так, в нашем заливе твари хуже, чем на большой земле Как после захода солнце нападают, так и днем Наш-то не только на рыбаков охотится, но и на воинов Их тела потом море выбрасывает, доспехи разорваны в клочья, кишки выжраны Странно, есть какие-нибудь свидетели? Рюрик, мой ученик, был в лодке, на которую Мюрдьявлен напали Есть еще тувая, у которой убили мужа, она живет здесь, недалеко, немного выше Боюсь, никого больше не припомню Те, кому приходится иметь дело с этими тварями, редко возвращаются живыми на сушу Так, готовь деньги Поговорим сперва о награде Я бесплатно не работаю Детей кормить надо Ну, я не знаю, ну давайте возьмем 300 Они богаты, небогаты, давайте возьмем 319 Чуточку дороговато Ну, давай, ладно, 307 Дорого Ну, может, оно того стоит Ладно, заплачу, сколько просишь Вот теперь по рукам Я принимаю заказ, с утопцами я уже не раз имел дело Скоро все будет кончено Вот тебе мое слово Так, морские дьяволы Дайте, наверное, пока не будем его ставить Сначала давайте с Йеннифер разберемся с основным квестом Дополнительные задания У нас тут, конечно, задание Мульон Надо, 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 кстати, старый добить Вот, например, вот это Фареры На Фареры это отдельный остров, понятное дело Мастер Бронник Высокие ставки Ведьмачьи заказы Морские дьяволы 18 уровень Ладно, подождет пока Давайте все соберем Никуда не денется Где доска объявлений? Что-то я не потерял Справа спрятали Так, вижу А где у вас доска объявлений здесь? А, вот он Так, Олаф, первый страж Что-то я там уже сорвал По-быстренькому Олаф, первый страж Кайртрольда Объявляет из оружейного рода Айн Крайта Был украден меч Известно, как Кулио Видели, как сучий сын Который это сделал Уходил через южные вороток Старой крепости Того, кто поможет вернуть меч Ждет награда Сообразное старание А кто поможет ворам Того ждут смерть и бесчестие Заказ Дух леса Воины с Келлиги Кто отважится встать Против духа леса Что угнетает жителей Ферлунда Тот получит награду Весьма достойную Мы не богачи Собрали складчину Немало Езжайте Ферлунда Спросите там Свена Так Заказ Морские дьяволы Хочете славы и денег Клинок Суэстер Смерти Ты не боишься Тогда зайти к Бьоргу Мы это уже сделали Лодочник У него есть для тебя работа Нужно избавить Заливкой артроли От морских дьяволов Это мы уже сделали Уроки гвинт В смысле взяли О Даю уроки игры в гвинт От учеников требуется Дисциплина, логическое мышление Желание учиться Особо приветствовать ученики С душевной предрасположенностью к игре Приносите собственную колоду Кроме того Еще опытных игроков Ли совместной игры О Мышавур Нам надо сыграть с тобой Со соинной выгодой Ибо лишь сражаясь с равными В суровом бою Можно отточить навыки Кулачные бои О Ты силен как морской лев И гиба как угар И хочешь сразиться с лучшими Тогда приходи на турнир И сойди с лицом к лицу С сильнейшими бойцами островов Вальрадом Искайртрольде Эйнаром Исфарер Игрима Исоренбьорда Не мешкай Честь и слава В одном поединке тебя ждут Так Куча неизвестных мест добавилось Да Дух леса Заказ Воины с Келлиги Кто отважится Это мы езжайте В Ферлунд Спросите там Суена Подождет Мы пока что здесь С вами походим Кулаки ярости А ну где это Я думаю где-то здесь недалеко Кулаки ярости А вот они наши Куляки ярости Давайте бабахнем его Раз мы уж рядом Гвинт О Режим Это далеко ехать Это меня больше всего интересует Это далеко Ого 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 Плавать сколько надо Подожди А где же Гвинт то Не понял Выиграть уникальную карту Мышаура Где сам Мышау А где Мышаур А что я не вижу Задание А там Мышаура Мы вообще не нашли По моему Да Ладно Ну это попозже Выиграть уникальную карту Ладно Давайте пока Кулаки Раз они тут недалеко Я думаю Я думаю мы справимся Родовой меч Родовой меч 15 С керрики Кстати да нет Найти лагерь воров Рядом с обелиском Это 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 Обелиск Мы уже проехали По моему Да Вот здесь мы проезжали Мими Ладно Мы еще найдем Мышаура найдем Точно Думаю У нас основной Квест с ним связан Так давайте С мордобоем Разберемся Кулаки ярости Скеллиги Разобрались 30 уровень Может не стоит А что такое Что такое Высокие уровни Ладно Попробую конечно Так Торговца Вижу Здрасте Подойди ближе Незнакомец О боже Приветствую Что хочешь купить Карты Покажи мне свои товары Ну Покажи мне свои товары Че-то не работает Покажи мне свои товары Спасибо Бывай Тут специфическая торговля Да У меня есть товар Но я тебе его не покажу Эй Изгляни-ка сюда Пришелец А что у вас тут С лошадью случилось Ты должно быть не местный А тебя что-то Две ладьи прислали К побережью Изгляни-ка сюда Набили черных Насжигали деревень И даже Сука Без синяков О привет Может ты Ты торгуешь чем-то Че-то цену Никто не торгует О Можно сыграть в партию Наконец-то Покажи свои товары О Работает С трудом Но работает Так Карты не продает Хитокниги продает Героидические животные Ну давайте купим Что-то 166 Надо прочитать А это что за книга Путешествие на красе Это давайте животные Прочитаем Может что-то новое Узнаем А это что Рецепт зелья С феромонов утопца Давай 166 Да Это я заберу А тебе продам А ты не хочешь купить Я тебе хотел Штаны из Новиграда Продать А ты не захотел Отдай тебе книжку Прочитаю Зелья от опции Это хорошо Прощай Че нельзя прочитать Сразу Не дают Ладно Ладно Я залезу сюда Сам Мне еще два седла Кстати Продать надо Срочненько Так вот Гераллические животные Среди всех Гераллических Животных И зверей Особой благодатной Частотой Выделяются Львы и Грифоны Давайте сначала Поговорим о Грифонах О существах Вдохновляющихся Оказана такая Геральдики И соединяющих Себе черты Орлов и Львов Двух царей Правящих на земле И в небе Грифоны Отважные охотники Кроме того Наиболее рыцар Сыны существа Известный человек И прежде чем Божьей карой Пасть небес на добычу Они Издают долгий Пронзительный крик Предупреждения Чтобы же это Могло приготовиться К неизбежному нападению Грифоны Не боятся Вооруженных людей Они скорее Предпочитают Такую добычу Ибо победа Над рыцарями Тешит их тщеславие Грифон атакует Даже бесов Грозу безлюдных Областей Велина Настолько благородны Они по своей природе Но мы их с ними Уже разбирались Однажды Бандит Сценарий Это мы читали Это что такое Призыв Княги Ниана Генриетта Благодаря Геррихта Смитисок А Все Это тоже знаю Что это Все Спасибо А что я еще купил А рецепт я уже изучил Окей Так может мы его сразу И шлепнем Эрик серый Должен быть Да Феромон утопца Что он делает Топца не будет нападать На ведьмака Если мы идем На утопцев На квест То я думаю Это будет очень неплохое Зелье Учитывая что у нас Теперь уровень сложности Немножко другой И это будет очень неплохо Так Все А Партию сыграть Как я могу отказать Хочешь купить Что нибудь Из моих запасов Давай партию Одну две Не хочешь сыграть в карты В гвинт К примеру А то меня аж ломает уже Без гвинта Так Мороз Что то Этот помог Какую то карту выигрывал Но не уверен Что королевство север Нет Ничего тут нового нет Поехали С Нильгардом играем Вы делаете первый Ход Так Хорошо Хорошо Это что у нас Сила дальнобойных Хорошо Лютик Хорошо Отлично Ну нормально Давайте сбросим Вот эту И получили что Взамен Ясное небо Можно сбрасывать Еще раз О Два усиления Такое усиливать У нас некого Но ничего Мы сейчас еще Две карты получим Ну давай Посмотрим Из чего сделаны Островитяне Так Прилетели две карты У нас пара Это хорошо Он посмотрел Три мои случайные карты Интересно У него Начало боя Что это тебе дало Ну ладно Давай так Тогда Тоже неплохо Читаю Что у меня Из чучела Давай его сюда Блин Жалко Больше чучела нет Неплохо Он набирает Колоду себе Но он меня усилил На семь А я его усилю На четыре Рады уже на девять Усилил Фигню взяли Блин Он неплох Как для рядового Игрока Просто так Сыграем Да Пятнадцать Девятнадцать Ну на так Тогда Ну давай Наверное Тогда Я не знаю Что будем делать Давай 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 Пять Четыре Десять Казнь Убивая Десятку Шлепнем Десятка У меня нет Больше Десятки Ну пока Нет Всего Минус Десять Казнь Ушла Обалденно У него Колода Я вам Скажу Давай Аккуратно Усилим Вот Этого Сразу До Четырнадцати Двадцать Два Тридцать Он вытаскивает Карту Блин Из колоды Ту Которую Я уничтожу Тридцать Три Тридцать Неплох Парень Ну ладно Давай Вот это Усилим Четырнадцать На двадцать Восемь Да Нет Мы усилили Его на четыре Твою дивизию Ну ладно У нас еще Пара Есть Мороз Восемнадцать Двадцать Четыре Я так могу Конечно Все это Убрать Я это Уберу На Нет Подожди Аси Так Пятнадцать Тринадцать Все будешь Делать О Вижу Проблемки У тебя Парень Шестнадцать Тринадцать А у меня Это Покруче Колода А ну На тебе Вот это Сразу Тебе Опа Двадцать Восемь 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 Видите У него Проблемка У него Все карты Обнуляются Семнадцать Двадцать Восемь На Еще Одно Ты же Сам Начал С мороза Я что Ни при чем Семнадцать Восемь Пасовать Должен По идее Ясное Небо Вот Сучоныш У него Тоже Такая Есть Сорок Один Пятьдесят Семь Четыре На четыре В принципе Можно выходить На следующую Колоду Если у него Нет Я пас Я пас Я пас Я его Бабахну На следующий У меня Еще Ясное Небо Есть Все Пас Пусть Попробует Перебить Еще Карта Две Ему Литри Надо Бросить Четыре Четыре Три Но Не Пара Победил Молодец Молодец Перебил Ну посмотрим Что ты будешь Сейчас Сделать С одной Картой Все Это его Последняя Карта Десяточка Я одну Вытащил Причем Пару Мне бросил И две Карты Себе Взял Красавец Красавец Десять Четырнадцать На тебе Вот эту Что Я тебе Там За две Карты Показывает Убийство Нет Не Убийство Да Убийство Он Мне Сбрасывает Семнадцать Десять Семнадцать Десять Четырнадцать Восемнадцать Че будет Не знаю У меня Три Карты Ну Мне Проигрывать Нельзя Понятное Дело В этом Бою На Так Семнадцать Четырнадцать Последняя Карта Какая У тебя Он Спасовал Смотрите Если Я Четырнадцать Четырнадцать Нет 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 Эту Карту Вот Эту Вот Эту Все Мы Побеждаем Здесь И тут Теперь Какая У него Карта И Какая У меня Тут Уже От нас Вообще Ничего Не Зависит Вот Что У него Сейчас А У меня Карта Приходит За победу Еще Какая Незгораемая Старик Тебе Конец В любом Случа На Те Незгораемую Даю Чтоб Я не Бабахнул Вдруг У тебя Казнь Ход Противника Удиви Меня Чем Невать Ох Пять Он Бо Победил Сейчас Если У меня Не Карта От Королев Севера Которая Приходит Из-за Победы Он Бо Сейчас Уделал Прикинь Обалдеть Бой Был Офигенский Просто Вот Это Игроки На Скеллиге Фу Еле Выжил И То Благодаря Умению Королев Севера 20 Карта Давай Мне Хороший Какой Небудь Накер Чудовище Неплохо А Че Одну Две Ещё Мне Хочешь Предложить Сыграть Хочешь Купить Что Небудь Из Моих Запасов Нет Ну Уже Наверное Он Не Даст Ещё Одну Карту Но Я В любом Суча Его Обыграл Ху Неплохо Первая Партия На Скеллиге Очень Жаркое Было Ну Что Пошли Драться Художник Жил Тут Чужая Ну Я не буду С тобой Драться Тут Такое Дело Тут Пятнышко Эрика, видишь её? Я должен сегодня победить. Ой, я это уже слышал. Я знаю, что мне тебя не одолеть. Да я сомневаюсь. Я не сомневаюсь, что ты сам позволишь мне выиграть. Я не поддамся. Если я поддамся, мы оба пожалеем о нечестной борьбе. Но как же Эрика? Да плевал я на твою Эрику. Ничего ты не понимаешь. Хватит болтать. Начали! Чё ты переживаешь? Чё ты меня сейчас уделаешь? Удар 25%. Как вам? Нормально, да? Тихо. Но мне... Мне бесполезно его блокировать поллинии. Сразу же. Тут уходить надо. Тут мужик какой-то. Спит. Он спит. Он храпит. Назад. Мужик спал. Тут драка, а мужик спит. Курица какая-то ещё ходит. Курица какая-то у нас сейчас линия ровная, но... Один пропущенный удар. И всё. Прощай, прощай. Бой. Назад. Назад. Сам-то выпердыш. Тихо. Он в блоке. В блоке его нельзя бить. В прыжке тоже не стоит. Назад. Тюлень и выпердыш. Отлично. Не влекайся. Там один удар остался. Давай. Всё, сука. Фу. Вот это уже сложность. Мне нравится. Всё, она тебя бросит. Ты... Пусть идёт. Ты меня бросила. Поединка, и ты получишь шанс стать лучшим бойцом на Скеллиге. Но сперва победи Эйдер, а он живёт на Фореро. И Грима из деревни Хальмштайн на Артскеллиге. Всё, мужика бросила. Женщина из-за меня. 70 проходчик даже. Что это мне дали интересное? Ладно, нормально. Ведьмак? Да? Да. Всё. Он обиделся. Да ты издалека таких, как ты, узнаёшь. Нужна помощь? Нравится тебе здесь? Нет, не нужна. Вон, иди своего хахаля. Лечи. Вот это сложность уже по мне. Вот это уже оно. Напряжение в бою. Не то, что ты там убиваешь с одного удара всех. Предпоследняя сложность очень лёгкая. Вот сейчас я победил чувака на 9 уровней выше меня. И знаете, я чувствую, реально мог проиграть. Так, парикмахер нам не нужен. Нет, я подстрижен нормально. Корчма здесь. А мне какой квест сейчас? Этот квест я закрыл. Теперь дальше меня понесёт. Давайте основные задания. 16 уровень сюда. Зайти в комнату. О, надеть парадный костюм. Это здесь. Опа! Здрасте. Это опять Эрика. Опять это же Стравитяне. О, свинью жарят. Извините. Приветствую. Я Геральт. Ведьмак, прозванный Белым Волком. Да, морду набил только что кому-то там. Тебя здесь уже успели обсудить вдоль и поперёк. Ищешь место за столом? Я справлюсь. Пока я хочу просто поговорить. О, есть гвинт. Отлично. Нравится мне здесь. Ещё бы. Когда я приехал с Ундвика, здесь были одни развалины. Чайки срали в кружки сквозь дыры в крыше. Я купил этот сарай, засучил рукава и сделал из него приличное место. Почему она называется Новый Порт? На Ундвике у меня был старый порт. Несколько старых клиентов до сих пор заходят вспомнить прежние времена. Чем это у вас так вкусно пахнет? Продает. Карта для гвинта, элементарь земли, чудовище. Эридин Брэглаз, чудовище, лидер. Ух ты, лидера чудовище взял. Казнь. Карта для гвинта. Казнь, это круто. Нейтральная карта специальная, очень крутая. И Гоша, это чудовище. Короче, карта чудовищ дофига. Хочешь седло купить? По 93,2 продаю. Есть. Где уже чудовище этих набил? Трофеи полуденицы, дрегрифона, куролиска. А, может пока шли, убили кого-то там. Блин, да купите мне эти штаны с Новиграда-то. Насколько я их буду носить с собой? Я ж вам гостиница привез. А так два седла только купили. Ну, хоть что-то купили уже хорошо. Так, карты сейчас я должен их добавить в общую колоду. А, какие добавки. Блинности просим. Я добавлю казнь. Когда играть будем. Давай десяточку. Вроде сказать, я бы охотно сыграл в карты. Может портю в гвинт? От гвинта я никогда не отказывался. Я тоже. Так, а ну давай казнь в колоду. Специальные карты в колоде. Специальные карты это вот это? Нет, вот это. Какую-то надо выбросить. А какую? Да я предлагаю выбросить Ясное Небо. И добавить сюда казнь. Это уже оно. Все, поехали. Правильно, остальные карты не моя колода была. Да, это не моя колода была. Мы все поменяли. Чудовище. Так, чудовище. Обычно мороз очень хорош против них. Усиление. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Давайте поменяем вот это. Хуже не придумаешь. Вот это уже ничего. Нормально. Наш ход первый. Ага. Даже не знаю, чё и предложить. Давай это. Они сейчас ждут чудовища здесь будут плодиться. Они в ближний бой исповедуют, да? Да, только тут игроки не простые носки и леги, вам скажу. Очень неплохие игроки. Дальнюю карту поставил. Пёс этакий. 16-13. Давай так. 16-23. О. Ну это, это карты крутые. Игроки здесь божественные просто. Чем не делать? Не знаю, давай еще одну. Что он сейчас бросает? Нифига себе колода у чувака. Ты чё, охренел совсем там, парень? Давай усилим вот эту карту. 41-34. Но мне добавлять сюда нечего. О. Начинает размножаться. Хорош. Да, 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 да. Усиливайтесь. 16-36. Найти вам сюрприз, во-первых. Все ваши три шестерки. Ватт. 34-48. Не ухренусь себе. Слушайте, вот это колода у чувачилы. Так я его даже вытащить не могу. Так я эту могу вытащить. Посмотрим, что ты еще предложишь. Усиление. Кого? Дальнего. 40-41. Вот это битва. Вот это битва. 40-41-54. Ну давай эту. Опять вернем, а что делать? 40-48. Размножение. Блин, сейчас бы бабахну. 52-48. Ну на так. Как тебе так? 43-42. Все равно, блин, лидирует. Опять размножение. Ого. 48-42. У него одна карта осталась. Ну давай эту. 52-48. Еще одна. Ну мне ее надо бросить. Все, он пасанул. Мне одна карта сейчас придет. Я одну могу вытащить из колоды. Все, я победил. А что у него там за карта, интересно? А, одна же у него остается. Ё-май. Дайте хорошую карту. Нормальную. Ё-май. Ну, не очень. Я три карты могу вытащить. Жаль, одна карта остается. Ну какая у тебя карта сейчас в колоде, ублюдок? Усиление рукопашных отряда. Восемь. Что у него за карта осталась, мать твою? Так, я одну и могу вытащить. Двенадцать. Восемь. Ну это бесполезная карта. Вот это семь. Давайте это восемь баллов. Катапульту вытащим. Двадцать восемь. Ну не может у него быть сильная карта. Ну что, мы трепещем, что у него сейчас там будет. А, все. Слушайте, уделал. С такой колодой чувака уделал. Вообще обалденная колода. Да, повезло. Так, еще и два раунда уделал. Двадцать кронс, и он даже отвернулся от меня. Плачет, небось. Ври Эмде. Класс. Вот это класс, конечно. А, ты такая, а это что такое? Тут она станцует. Это что такое? Пленница? Понятно. Я просто знакомлюсь с местными. Блин, ну на скейлиге умеет играть в гвинт. Это вам не Новиград. С простыми картами. Рыба, рыба. А нет ничего лучше. Идеальная комната для Ем. Она всегда любила простор. Ей музыка не мешает, нет? Занимает 90% таверны. Да-то ящик есть. Так, ящичек. Мне это все продать бы первому кузнецу. Ну и сбросить можно вот это. Потому что я это не нанимал, кроме вот этого. Вот это что такое? Это вообще здесь не нужно. Овес солидный. Все, это посбрасывал. Но остальное мне продать надо. Я надеюсь, здесь попадется нам кузнец когда-нибудь. Не откажусь от еды. Кстати, я заслужил, наверное, да? Дайте мне пивасика какого-нибудь шандарахнуть. Мне это здоровье восстанавливает, конечно. Оно все восстанавливает. Только пьяным драться, знаете. Давайте шлепнем этого пивасика. Ты пьянул? Выпей. Во. Но я заслужил после такой битвы. Я же должен немного того. Только я жалко сбросил, блин, что-то полезное. Какой-то эликсир. Который назывался лучшим игром. Все, теперь лучше будет переодеваться. Так легче идти потом на этот... Куда я там иду? Я уже забыл. На пир какой-то. Вот теперь открыто. Думаю, что закрыто. Теперь я могу сюда входить свободно. Так, тут Енифер спит. Я вижу единорога или я пьян? Он точно здесь есть? Охренеть. Можно же и обделаться. Чучело единорога. А я думал, я пьян и его увидел. Не подожги его, Геральт. О, я протредвел сразу. Нифига себе. А тут что? Гламур. Даже закрытая баночка пахнет сиренью и крыжовником. Видно, вкусы у нее не изменились. Так, не нюхай. Сейчас унюхаешься. Не представляю, как ей удалось привезти столько одежды. Она галеон зафрахтовала. Как всегда. Черная и белая. Здесь точно есть единорог? По-моему, есть. О. О! Дневник Енифер. Это, конечно, запрещено, наверное, но все равно. Я все чаще думаю о том, чтобы поймать джина. Желание подчинить себе его волю постепенно становится для меня навязчивой идеей. Книга Амаса Варп Ипсиса подтверждает то, что я уже давно подозревала. Принудить джина к послушанию возможно. Согласно Варп Ипсису, который был видным специалистом по джинам, принудить такое создание к покорности весьма трудно, но не невозможно. Ему удалось. К сожалению, это не значит, что мы можем применять те же самые методы, потому что каждая особь джина уникальна и для каждого следует искать особый метод воздействия. В моем распоряжении широкий спектр чародейских способностей. Мне кажется, в сочетании с ловкостью Геральта они могли бы подействовать. У нас может все получиться, нужно только найти джина. А вот с этим могут возникнуть сложности. Так, этот ящик мой. Сюда и дикую охоту мы уже изучили. Там мы тоже были, там единорог. Да, лучше не ходить. Зрелище не для слабонервных. Но это телепортационный ящик. Последнее желание, чтобы напомнить нам, да, про Йеннифер. Мегаскоп. Я смотрю, она без него никуда. Как говорила Филиппа Эйльхарт, мегаскоп вещь столь же личная, как зубная щетка. Так, сейчас дождь еще смотрюсь перед переодеванием. Так, кто знает. О, еще что-то. Она по-прежнему не расстается с отравленным источником теса и доврия. Никто не рождается чародеем. Слишком мало мы еще знаем о механизмах наследования. Слишком мало времени и внимания уделяем мы этим исследованиям. К сожалению, все опыты по наследованию магических способностей мы проводим, так сказать, естественным способом. Результаты их псевдоэкспериментов слишком часто мы наблюдаем в сточных канавах наших городов и на паперте храмов. Слишком часто видим мы слабоумных и безумных женщин, слюнявых и испраздняющихся под себя пророков, ведунов, деревенских оракулов и чудотворцев, кретинов с мозгами, разрушенными наследованной имени контролируемой силой. Эти дебилы и дегенераты также могут иметь потомство, передавать ему свои способности и вырождаться дальше. Может ли кто-нибудь предвидеть, как будет выглядеть последнее звено в этой цепи? Большинство из нас, магов, потеряло способность размножения вследствие необратимой дисфункции гипофиза. У некоторых чаще у чародеев занятие магией не препятствует размножению, они не способны зачинать и рожать, и даже считают это удачей и благословением. Я же повторю, никто не рождается чародеем и не должен рождаться. Отдавая себе отчет серьезности написанного, я отвечаю на вопрос, поставленный на съезде в Сцидарисе. Отвечаю со всей определенности, пускай каждая из нас сама решает, кем хочет быть чародейкой или матерью. Что это же звук? А, это в этих колбах. Так, я больше не пью, а то еще, ну, единорога встречу. Сломанные грабли? Ты тоже их собираешь, Йеннифер? Я тоже их люблю собирать. У нас многообщим. Так, все, я готов переодеваться. Где этот ящик? А, вот он. О, нет. Потом обратно все на себя надевать. Ну, ладно. Туника, элегантная рубашка, бриджи, бриджи, а тут нет, не бриджи. Ну ладно, давайте туфли, они в любом случае одни, бриджи и туника. Задание дополнено. Одеться для встречи начинается. Хотя, можно было, наверное, этого и не делать, да? Так, карельские бриджи. Ну, ничего еще. И туника. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну ладно. Это забыли еще. Хе-хе-хе-хе. Ну а что? Не думал, что когда-нибудь решусь на такое. Чего не сделаешь для... Да. Кто для меня Йеннифер? Да уже никто. Ну что, ребята, я теперь гожусь к вашей тусовке. Мясник какой-то. Сейчас я еще тут не смотрел. Печеночки? Свежее мясо! Заказывать что-нибудь будете или нет? Нет. Я иду на бал. Ой, тут всех зарезали. Король? А, это воин. Все, я могу идти. Я никого не пропустил здесь. Все, пошли. Голубой ведьмак ты наш. У нас пир бал или что это там такое. Ладно, не трогай. Это сейчас обвинят еще в краже. Личного имущества островитян. Бессонная ночь, а? Ну, вчера бы сквозь его готовиться. Я ничего не пропустил. Надеюсь, что нет. Я спустил, что топор никогда не затупится. А куда тут идти? Ой, е-мое. Как туда добираться? Что-то должно приехать? Народ, как подняться наверх? Я за тобой служу. А, вон едет что-то. Обалдеть. Час ждал. Поехали. Только меня не забудьте. О, е-мое. А как же запустить? О. Не делай резких движений. Нифига себе сервис. Шаг влево и все. И на бал не приехал. Что, лифта не придумали? Король так же забирается сюда? Вот дикари. Ничего себе. Это для самых-самых. Еще и веревочки с факелом как раз гармонируют. Сейчас подожгу чуть-чуть и все. Бегуль себе. Ну. О, е-мое. Тут наверх вниз спускаться можно. Но мне туда надо как-то попасть. Так тихо туда и сохранить хоть. Сейчас еще выпаду куда-нибудь. Не буду тут ничего трогать. Все, у меня наверх, похоже. Ну, наверное, да. Чего в соц. Я? Ну ладно, не буду. Все-таки на бал идут. Сейчас украду что-то и Йеннифер опозорю. О, новая... Новая точка перемещения. Да это же бомба. Я, Йеннифер, ты давно тут стоишь? Рубите враг! Это пуск... Пуск вниз. Я дошел. И ему нужен достойный преемник. Кажется, госпожа, ты говоришь о ком-то определенном. Беда с Келлиги в том, что здесь нет наследственной монархии. Любой выскочка может стать королем и пустить прахом достижения предшественника. Король на островах. Фигура, скорее, символическая. И это тоже нужно изменить. В наши времена нужна сильная централизованная власть. Это я. Я Геральт. Ладно. Он выглядит как... Ладно. Вызаживай меня, Йеннифер и Йеннифер. Представишь, я Геральт. Это мой друг Геральт. А это Бирна. Вдова покойного Брана. Королева-мать. Приятно познакомиться, Геральт. Надеюсь, ты мне простишь. Но в такой день я не могу себе позволить удовольствия долгой беседы. У нас как этот... Ну и почему я не удивлена? Геральт. Геральт, что ты наделал? Как что? Спортивный костюм. Я не хотел затметь твоей красоты. Мужчина при женщине тоже украшение. И спасибо за комплимент. Спортивный костюмчик, что? Не люблю я этих торжеств. Не люблю я ни перы, ни похороны. Знаю. А еще ты не любишь путешествий через порталы и картофельных оладий с сахаром. Но иногда приходится потерпеть. Ты многого обо мне знаешь. Тебе надо сбросить с моста. Пойдем, а то все перепьются. И разговаривать будет не с кем. Точно. Не знаю, чего хочет крах. Но навстречу мы должны прийти с ясным рассудком. Я не буду пить. Не хочу притуплять чувства. Да я же спортсмен. У меня костюм спортивный. Ты и дальше собираешься расточать мне комплименты? Я собираюсь говорить то, что думаю. Вон мужик сзади вообще завидует моему костюмчику. О, тут есть кузнец справа. А можно я продам ему наконец-то свои штаны? Не свои штаны? Что вы привезли на врачальный пир? О, сейчас минутку. Дайте толкнув штаны. Ты же задолбался с ними ходить. Ты думаешь, я надела вечернее платье, чтобы демонстрировать его тюлером? Я только хотел подышать свежим воздухом. Да, у меня тут дело есть. Когда проветришься, ищи меня у входа в пиршественный зал. О боже, она у меня в голове. Да здравствует король? Что, опять мечи ковать? Ух, куда трешь? Дальше в тебе. Здрасте. Привет тебе, Белый Волк. Я ждал, что ты заглянешь. Да что там, был уверен. Да, лучшая мастерская доспехов на всем Скеллиге находится именно здесь, в Кайр Трольде. Воспользуюсь случаем в этом убедиться. Осмотрись, не спеши. О, здесь тоже есть Гвин. Купи у меня нафиг эти штаны. Ну, давайте поговорим сначала. Как думаешь, кто станет новым королем на островах? Хиалмар, ясное дело. Он отважный, щедрый. В его жилых кровь краха. Нет лучшего претендента. Я ищу кого-то, кто сможет сделать доспех мастера. Не знаю ни одного мастера, который не был бы краснолюдом. Может, Фергус тебе помог бы? Говорят, он затерялся где-то в Велине. Так, покажи мне товары. С удовольствием взгляну на товары. Ух ты, что-то такое. Доспехи Сундвика, ни хрену себе. За тысячу. Да, наверное, лучше, конечно, найду. Но если что. Неплохо. Смотрите, практически во всем. То есть, не то, что вообще во всем. А, всё, ё-ё-ё-ё, у меня аж костюм спортивный на мне. Я думаю, что это за доспехи-то такие. Так, давайте это всё дерьмо сдадим. Хотя оно стоит неплохо, никак там. По 47. Да я никогда таких цен не видывал. Вот 12-е-то явно привёз с собой штаны. Сейчас продам. Главное, лишнее сейчас не продать. То есть, сейчас напродаю. Потом буду всю жизнь в костюме спортивном ходить. Пока не вернусь назад домой. Штаны. Вот я и привёз вам сувенирчик. Но это уже у вас выбил. Ого. А, у меня аж туфли обычно. Блин, я всё не могу понять, что... У меня аж вообще практически без одежды. Ну что, неплохо я сдал. Так, а ну давай с тобой сейчас сохраним, чтобы о нём с тобой... Хорошо сдал предметы. Значит, вернулся. Да, давай. Не хочу идти на этот. Мы успеем ещё партейку сделать перед пиром. Я хочу сыграть в карты. Так, я там что-то выиграл. Но, по-моему, это не моя школа, как обычно. Да, не моя. Ну ладно. Север против севера. Могла, пара, пара. То тройку можно забабахать. И тут три таких. Амгла это что? Дальнобойный. Дальнобойный это средний ряд. В принципе, если у него есть средний ряд, можно его шибануть. Либо поменять на что-то ценное. Что я, собственно, и сделал. Жалко, не видно, что я поменял. На два рога. Но, в принципе, неплохо. Давай попробуем. Всё, хватит. Люблю ходить первым. Пусть он ходит первым. Давай, нам это усиливать надо. Если у него, конечно, нет кое-чего. Если мы это усилим, у него нет казни, то мы... У него есть казни. Хорошо, что он сразу её потратил. Это умно очень, с его стороны. Ну, надеюсь, у него одна казнь была. Да, сейчас бы туман пригодился. Ну, ладно. Казнь это хорошо. И вовремя он потрачал. Сейчас бы все три бабахнул карты. У тебя и такие есть карты, ни черта себе. Всё, эти две спас. Усиление каково. Ну, я немножко усилю тогда. Всё, сдавайся. Думайте, надо сдаваться. Всё-таки 30... Да нет, он не сдаётся. Ещё удвоил. Ладно, две карты взял. 42-15. Чё скажешь по этому поводу? На так. Всё равно мне эти три карты усиления не поможет. О, это хорошо. Бери побольше карты. Жалко, у меня чучел нет. К сожалению. Сейчас бы тебе тоже набросал. 15-50. На тебе вот эту. Всё, он сейчас точно сбросит. Ну, у меня всего три карты. Опа. Чучелами таскает. А теперь он точно закончит раунд. Ну, мне надо заканчивать, конечно же. И он тоже закончит. Но у него 8 карт. По-любому меня забьёт. Вы выиграли раунд. Жалко, нечем крыть. Казнь дали. Ну, давай так. Под у него дофига карт. Вау. Ещё одинаковые. Моя казнь здесь не попадает. Кого казнить будем? С таким подходом. 5. И одну вытаскивает. 5 на 5. Ну, могу его 2 шибануть. Давайте. 10-20. 6 карт. Это до хрена. 6-16-20. Ему надо будет ещё одну бросить. У него 4 карты. Коррес-то севера. Он ещё одну возьмёт за победу. Ладно, ва-банк идём. 35-16. Конец раунда у меня. Но у него, конечно же, ещё... Всё впереди. 5. 5. Усиление. 38. 33-25. Ещё у него карта есть. 34-35. И плюс одна карта. 35. Ничья. Геральт, мы победили. Потому что ничья и одна победа. У нас карты закончили. Блин, победы вообще на грани. Ни хрена себе победы. Как такое вообще во зубом угла? Ну, это, конечно, бесполезно для меня, карта. Вообще на грани. Представьте. Интересуешься оружием? Здесь у каждого клинка своя история. А ты играешь в карты? О-о-о. Расскажи какую-нибудь историю. Чувствую, мы на бал сегодня не попадём. Видишь этот меч? По клейму видно, что он был выкован на островах. Он принадлежал Ларсу. Парню моего возраста. Что с ним случилось? Однажды ночью во время шторма пропала его женщина. Говорили, что её любит Фрея. Поэтому Ларс не верил, что она умерла. Он выбежал на скалы просить Фрею, чтобы та отдала ему жену. Меч он оставил в знак покорности богам. Он больше не вернулся. Этот меч продаётся? Можно было бы кинуть его в море. Но рыбам оружие без надобности. Семьи у него не было. Лучше уж я продам его подходящему человеку. Хм. Хм-хм. Что у тебя есть на продажу? Вот этот меч. Торхэм. 270. Плюс 50%. Дополнительный урон при критическом ударе. Шанс критического удара. Шанс вызвать кровотечение. Мощь знаков. Блин, классная вещь. Стоит тоже тысячу. Но я буду иметь в виду, если что. Ладно. Не надо мне это. Будь здоров. Хватит сыграй. Интересуешься оружием. Ну тут такие игроки, что я уже чувствую, что... Я бы не отказался. От последних сил отбиваюсь. Так, нам глава мне не нужна. Пусть лежит. Все, поехали. Скотели. Они ходят первыми. Ого. Три рога. Мне столько нужно. Не усиливать тут не исчез. Давай этого заменим. На что заменил? Ну что, блин. Тяжело было как-то это реализовать по-другому. На чучело я заменил. Все, ты увидел. Чучело это хорошо. Но три рога это, по-моему, много. Два чучела, три рога. Раз усилим. Тут усилять-то нечего. Давайте один рог заменим. Три многовато. Ну это еще ничего. Давай здесь. Эх, не туда бросил. Бросай сюда. Че ты? Че ты в разные ячейки? Как будто знаешь, что у меня там за карты лежат. Дальнобойные отряды. Сила. Двенадцать. Че, что туда не бросил две карты? Замысел какой-то нехороший, да? Двадцать два. Таких у меня карт вообще нет, не сгораемых. Двадцать восемь, двадцать два. Ладно. Давай так. Ну все, он теперь все туда будет бросать. Сорок, тридцать. Давай так. Тридцать восемь, сорок. Противник спасовал. Противник-то спасовал. Что делать мне? Эта карта нифига не усиливает. Будет сорок. Какие карты мне вытаскивать? Вытащу, сейчас будет ноль. Блин. Ну, конечно, меня загнал в угол. Эта карта убьет. Одну мне дадут. Эта карта нифига не усилит. Нет, можно две вытащить. Например, шестнадцать, да? А этот усилит, это будет четырнадцать. Так мне надо больше. Блин. Блин, блин, блин. Эта карта вытащит вот эту. Вот эту карту. Ну давай эту. А вытащим ее тогда уже тогда, когда надо будет. Ну все, сорок пять. Одну карту дадут. Две карты можно вытащить. Ну, мы выбросили все. Пару дали. А куда? А, ну усиление будет, да, хоть какое-то. Давай так. А, так усиление будет не этой карты. Одну вытаскивает. Шесть. Мне бы еще чуть-чуть усилиться. Пусть набрасывает, а я потом подумаю, что мне делать. Давайте пока с щучелами поиграемся. Правильно? Правильно, давайте с щучелами поиграемся. Пусть набрасывает, показывает, что у него за карты. Он тоже это же делает. Вот сволочь. Блин, так что ж ты делаешь, балбец? Ты ж можешь... Кошмар. Я ж тоже мог. Мог же это же сделать. Мог же это же тетку таскать туда-сюда. Что ж, 15 гераль. Давай ее обратно. Я ж мог все карты вытащить с этими чучелами. Но хоть он мне подсказал. О! Это очень хорошо. Может и плохо. Я даже если сейчас вытащу эту, она убьет вот эту. Эти 15 останутся, ничего не изменится. Давайте отступать. У меня очень хорошее усиление на следующий ранг. И я одну карту могу вытащить. Пасуем. А он пусть что хочет делать с одной картой. 1-1. Но у меня неплохая колода остается. Ну как, три карты, четыре считай. Еще одну вытащу. Хотя мог лучше сыграть. Ты задолбал уже, если честно. Все? Ну теперь ход за мной, парень. Как тебе 10-6? Я еще могу вытащить кое-чего. Но я не буду этого делать. Ты достойно сражался. Победа. Все-таки ведь отступить иногда выгодно. 20 крон. И Эммиэль Регис. Все, он очень злой. Он очень злой. Ладно, пошли на бал. А то реально нас обозлятся сейчас. Я тут заточил все мечишки, если что. Ну что, я готов. Наши обычаи, приблуда. Я готов, я готов. Янифер там еще не состарилась. Блин, тут столько разных ходов. Думай, куда идешь. Ладно, я уже на месте. Пошли уже. Госпожа Йеннифер, господин. Привет тебе, Арнвальд. Мой товарищ, Геральт из Ривии. Большая честь для них. У нас костюмчики с ним похожи. Мы хотели поговорить с крахом Анкрайтом. Ярл скоро будет. Он выделил вам почетное место. Рядом со своей дочерью Кейс. Прошу за мной. У нас без манер. Я сама его об этом попросила. Хотела познакомиться со славным ведьмаком Геральтом. Мы уже встречались, ты не помнишь? Это было так давно. Ты навещал нашего отца, когда мы с Хиалмаром были детьми. А теперь представлю наших сотрапезников. Это Хайлор, сын Хольгера Чернорукова. Это Луга Синий. Я же говорю Синий. А с Сушеной Треской сражается Отрик Анхиндер. Геральт тоже у нас Синий. Но по другой причине. Мы уже встречались много лет назад. Но я не могу вспомнить, как тебя зовут. Керри Санкрайт, по прозванию Перепелка. Дочь Краха. В сестричках Хиалмара. Керри завидует. Потому что тот из нас, кто отличится самым славным деянием, станет королем. Все знают, что деяниями состязаются только на показ. На самом деле все будет так, как решат ваши отцы. А вы думаете, о чем еще они говорили с Крахом? Ты говоришь так, потому что сама ничего не можешь. Помнишь, как Хиалмар вызвал смельчаков бежать на гору на перегонки? Он прибежал первым и вбил свой топор в пенек на вершине. А тебя там не было. Ты грела свои цеплячьи косточки у очага. Почему ты не ответила на вызов? Не твое дело. Но я бы победила. И тогда, и сейчас. В словах Хиалмария, а где он? Мой брат гуляет сам по себе. Впрочем, может, повторим состязание? Я любого одолею. Хоть бы ведьмака. Если я возьму над ним вверх, это будет настоящий подвиг. Согласны? Зависит от того, согласен ли ведьмак. Геррайт? О, боже. Я только присел. Куда уже бежать? Какое-то надо, да? Я с удовольствием. Какие правила? Выигрывает тот, кто первым вырвет топор Хиалмара и спиня на вершине. Если сойдешь с тропы, то проиграешь. А я уж думал, наблюю тут со скуки. Начнем! Да е-мое. Я ж только после кулачных боев. А как же пир? Пришли. Отсюда вы отправитесь на вершину вон той горы. На вершине есть дубовый пень. Кто вырвет из него топор Хиалмара, тот и победил. Я готова. Да, только вы знаете маршрута, я не знаю. Начинаете, когда я протрублю в рог. Мне бежать надо или что? А где платва моя? Хорошо, что я спортивный костюмчик надел. Теперь не знаю даже, что бы я делал бы. Уберите техкос нафиг отсюда. Что делать-то? Просто бежать, да? Блин, там сзади уже за мной. Практически догнала уже. Нормально. Нет, я знал, что надо надевать костюмчик. Я это предвидел. Надел бы какой-то костюм с галстуком, все, уже повесился бы на нем. На платве, конечно, было бы веселей немножко. Слушайте, она там вообще что ли упала где-то? Да нет, что-то нагоняет даже, это нечестно. Что-то мне не кажется, что это махлюет там немного. Тут что-то тропа обрывается, или... А нет, еще не обрывается. Ой, я пришел первым. Я был впереди всего на волосок. Какой волосок? Она там внизу валялась. Есть только победа или проигрыш. И я проиграла. У тебя не было костюмчиков, брус. Лучше вернемся на тризну. Давай. Надо костюмчик правильный подбирать. А тут он там, Йенниферс, меня хохотала. А тут на тебя. Ладно, вернемся в самом разгаре. Мы потеряли вас из виду. Кто победил? Я. Я проиграла. Ты проиграла ведьмаку, перепелочка. Чаки из нас проиграла. Да. Хватит этой болтовни. Давай выпьем. Давай выпьем. Я уже выпил, правда, до этого. Встретил единорога. Кого теперь встречу? Выдем за керес. Подайте меда и кубок. Собрано. Пусть ему всего хватает на том свете. Здоровья моей прекрасной спутницы. Все, Геральта понесло. Благодарим за компанию. Он уже не помнит, как зовут спутницу. Разве? Нам надо поговорить. Но не здесь. Я уже набрался, может, что мы не разговаривали. Ты все узнаешь. Опа, 22-ой. Погореться, Енифер. Дайте тут послушаю людей. Чего, Нордин? Один против троих. Ему отрубили. Можем поговорить? Жаль, когда умирает такой человек, как Бранд. Все говорят, что он был добрым королем. Потому что об умершем, иначе говорить не годится. Значит, ты с этим не согласна. Бранд всю жизнь провел в море. А в его отсутствии Распере разъедали острова изнутри. И люди злились, что некому разрешать их споры. Но потом Бранд возвращался с добычи, устраивал пиры, мед лился рекой, и люди снова его любили. Будь здоровы. Будь здоровы, не чихай. Потому что у них охрана. С вами тоже пробежаться куда-нибудь? Называть Лугоса безумным оскорбление для безумцев. Он обычный долбошлеп. Назови меня еще раз долбошлепом, и я отрежу тебе башку, насажу ее на кол и носу в дырку от шеи. Это тоже будет турнир, да? Время решить спор здесь и сейчас. Вот напугал. Я уж в портки навалил. Смотри, мудло, покалечишься. Я слышал, во время пиров на скеллиге нельзя обнажать оружие. Я знаю священные обычаи. Но пусть и Лугос знает, что я не позволю опустошать хиндерсфиаль. Не боюсь я тебя, донор. Скоро я приплыву, выдеру жриц, напьюсь из твоего кубка и насру тебя на стол. Жди меня. Ох, дикарей какие-то. Вот бы обрадовался император, услышав ваш разговор. Милости просим, его императорское величество, к нам на огонек. Пусть приходит. Мы черных не боимся. Грабить прибрежные деревни вы мастера. Только настоящая война с регулярной армией. Дело другое. Гляди, какая языкастая. Иди-ка, ведьма, мешать котле и своди чири. И не болтай о том, про что не имеешь понятия. Знаешь, Лугос, я ведь тоже в гробу видал священные законы гостеприимства. Ну, наконец, хоть какая-то веселуха. Меня от скуки уже блевать тянет. Че, драка? Иди сюда, приблуда. Покажи, из какого ты теста. Сдвигайте лавки. Сейчас мордобой будет. Ха-ха-ха. Еще один. Так он 30-го уровня, господа. Ничего, что он 30-го уровня. Ничего, что ему 75 лет. Тихо. Обе ему морду, белоболосы. Тихо. Тихо. Сдвигайте лавки. Не давай, не... Не дай попасть под кулак. Там один удар и все, и нам конец. Тихо. Тихо. Тут главное сосредоточиться. Реакции главное. Не терять. Тихо. Назад, назад, назад. Не надо. Когда он в блоке лучше вообще его не добивать Все Победа Фух Да я всех ушатал здесь уже Тридцатого уровня Офигеть Один бы удар и я повылетел Давно ноет, что надо бы пригласить ведьмака на зачарованный маяк Маяк я видел За кружечкой пива в таверне под Оренбьерном А после зайдешь ко мне И мы уж там догонимся чем покрепче За нашу встречу Хорошо Охотно с тобой выпью Охотно выпью в славной компании Хочу напомнить, что нам предстоит обсуждать важные вещи Для этого понадобится трезвый ум Обязательно Я помню Если ты пьешь так же как дерешься Может выйти славное веселье Забрано За ярла Лугаса безумного и его безумие Вот так вот Алкаш Спортсмен алкаш Прости нас Нам надо поговорить и с другими гостями краха Нормально Так Семь очков опыта Дайте хоть сохранюсь Подождите Такой бой выиграть Ох Так, кто тут у нас еще Дайте подсветить Тут ничего не вижу Дайте мне факел А, я не могу здесь достать факел Ну ладно Ну, кто тут еще Хочет со мной подраться Выпить Побегать по горам Анвальд Это слуга О Внутренне Советник Белый волк Приветствую Должен признаться Я не слишком-то верю в вражбу Веришь, не веришь Разницы нет Монету положь Идет Скажи ему, что его ждет То, что ты говорил мне Твоя судьба сплетается с судьбой у Дальрика Ты будешь идти во тьме Пред тобой огонь и тень Ты слышал, Геральд? Все понял? Я не собираюсь на спикеров Человек не властен над своей судьбой Спасибо за гадание Я лучше выпью Сейчас ты не веришь мне Но ты еще попомнишь мои слова Иэн, позволь, я спрошу о нас Что нас ждет в будущем? Это темнота Когда найдете ту, кого ищете Она умрет Цири, что ли? О-оу Значит, я не встречу богатого, интересного брюнета Придется довольствоваться тобой, Геральд Ой В твоем голосе я слышу издевку, госпожа Но моя вражба не лжет Про рыжую там ничего нет в будущем Рад был познакомиться Поднимем кубки и почтим память, дорога брата Сейчас, сейчас Выпьем Все капец Сейчас мы уползем отсюда Я всем нужен За то, чтобы ваше будущее было лучше, чем обещает быть Кьерд У меня снова болит голова Да Начинается Нализались мы сегодня конкретно Странный человек Я слышала, он очень болен Сегодня он еще хорошо держался Так, хорошо Минутку Да дайте сохраниться Вдали Рикт наш С кем тут еще можно поболтать? Интересная компания О, еще кого-то нашел Еще чернорукий С бирной, вдовой Браной и нашей хозяйкой Ты уже знаком Вдова? Вдова должна лежать подле мужа Вдова должна заботиться о королевском сыне Не таковы наши обычаи Ваши обычаи Не надо вмешиваться, Йен У всех свои обычаи Мы говорим о сожжении женщин А не об украшении праздничного деревца на Йоль Это суровые обычаи, но мы в суровом краю Традиция — сила Скелья Люди устанавливают законы И люди могут их изменять Я слышал о Брани много хорошего Мне будет его не хватать Я не была его первой женой Но это я родила ему первенца И снарядила его в последний путь Мы прожили вместе много лет Пойдем, Йен Нам тоже пора Идем с Ванрией Подождите, а выпить Бирна, коварная сука До нее еще не дошло, что ее власть кончена Бран умел держать ее в узде Почтим его память Давай Забрали Нам надо идти Волк, аж, да? Хольгер, за здоровье Твое и твои черные руки Вот так вот Правильно, ведьмак За своей бутылкой есть Что на... Выпьем Пойдем Ну что, Йенефер уже сто раз передумала бы со мной Какие-то отношения заводить С алкашом и таким Это кто? Что такое, ведьма? Ну Как дела? Как дела на Фарерах? Метода надо будет Гордостью тебя так и пышет А чего тут скрывать? Фареры это скалы, поросшие соснами А нам большего и не надо Сосно не навяжься Зато из нее можно сделать дракар И съесть то, что вырастили другие А перед этим Забрать их золото и женщин И сжечь до тла их халупы Так живет клан Димун Клан Димун мне нравится название Прощай Что-то в этом есть Родственное Так, Йенефер У меня тут еще пора дел Надо выпить Вот с ней точно Она сюда заглядывала Заглядывала Ты кто? Здравствуй Здравствуйте Хм Ладно, ну тут, наверное, никого интерес Сейчас еще в центр столов зайду Это Лугус О! Я слышала, судьба была неласкова к вашим нужням С Келеги Острова Абдов Для вас война с Нильфгардом Началась полгода назад А для нас она длится уже многие годы И никогда не кончится Так выпьем же Зато Ваши мужья наверняка покрыли себя славой О, да Готен вел дракар И с ним на палубе было три десятка людей Они захватили полдюжины Нильфгардских деревень Взяли добычу, пленных Когда они возвращались То наткнулись на флот черных Три корабля Но никто не отступил Они пошли на абордаж Сам Готен отрубил голову имперскому капитану А потом его прижали к борту И он погиб с боевым кличем на устах Мой Хольтер был лазучек Он прокрался во вражеский лагерь Но его вынюхали псы Черные окружили его Но он не позволил им себя тронуть И перерезал себе горло Я уверен, что крах позаботится о вас Женщина не довесок к мужчине Чародейка верно сказала Мы сами сумеем о себе позаботиться Война и смерть Сестры-близнецы И мы давно их знаем Здесь никто не причитает Потому что месть лучше плачет Женщины на Скеллиге Рождают много детей И среди них нет трусов Ну, давайте выпьем и разойдем Сам сзади вообще заливается Пусть ваши сыновья вернутся в Гаунь Столько раз, сколько выйдут из нее Пусть будет так, как захотят боги А это что за руки? Люблю женщин со Скеллиге Из каждой могла бы выйти чародейка Не помню ни одной известной чародейки со Скеллиге Литонейт По прозвищу Коралл Не припоминаешь? Да сейчас выпью и вспомню Ну что там, в центре еще может кто-то быть Устровитяне Здрасте Здрасте Привет Да я и не претендую Ну, по-моему, все Сейчас вот хоросенка даем Ну? А, я с тобой уже общался Прощай Ладно, пошли поговорим с Енифер наедине Не знаю, может кто-то еще тут и остался где-то А, мы с тобой же общались Все, 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 по кругу уже пошли Подойди, ну тетка какая-то Жрица Фрея Гость Я со всеми подряд общаюсь Даже с курицей пытался поговорить А, мы с тобой уже под... О! Тут еще можно тебе вопрос задать Почему тебя называют беззубым? Минут пять, как уже Так, ради интереса Почему тебя называют безумным? А, беззубым Ха-ха-ха Да, ну да, хватит пить, прекращать уже Вот поэтому Понятно Поэтому он беззубый Два клана на одном острове Непростое должно быть соседство Сосед? Это тот, кто живет рядом с тобой А не тот, кто занял половину твоего дома Анкрайты захватили наши земли Во времена Харальда Хромова Триста лет тому назад Что не оправдывает беззаконие Я еще выгоню краха с Артскеллига Бывай, Лугас Ну все Нам пора Блин, да я выйду отсюда, нет? Теперь после смерти Брана Ты старший среди ярлов? Угу И хорошо бы ненадолго Но по возрасту тебя вряд ли кто-то догонит А, так-то оно так Но я с удовольствием уступлю место следующему по очереди Я уже свое пора Мои руки были красны от крови у вольбов Я чувствовал солнце юга и ветры севера Прикосновения женщин востока и запада Теперь я хочу умереть Так, чтобы обо мне слагали песни Что нового на Хиндерсфеле? Что нового? Лофот он разрушен Сад уничтожен А теперь еще придется иметь дело с Ульф Хейденом Словом, лучше не бывает Прощай Все, я всех почтил свое внимание Собаку еще не почтил Я-то человек простой Ты должно быть не местный Путник Я уж, пожалуй, немножко тут обберусь Пока независно чувствую Ой, простите Ведро перевернул В лавочку залез Мужика обойти не могу О, могу Все Можно идти Я не фер, я готов К вашим услугам Можем обсудить любой вопрос Я пока еще помню, как меня зовут Что теперь? Теперь мы нанесем визит в лабораторию мыша О, мне надо с ним карты сыграть Ты не говорила, что он нас пригласил? Он не приглашал Я так понимаю, мыша Ура там не будет? Верно И какова цель нашего визита? Мы ищем одну вещицу Маску Ура Бороса Она нам понадобится Пойдем, Геральт Зайти в лабораторию мыша Ура А теперь ты расскажешь, зачем тебе маска Ура Бороса? Разумеется В свое время Я так понимаю, когда это время наступит Решать будешь ты Угадал Ну все Пир закончился Теперь мы будем копать под мыша Ура Все, друзья, давайте на этом закончим Надо протрезветься Столько боев провели В Карст столько раз сыграли И еще и такой пир прошел Сколько знакомств Отлично Вообще классно Поменялся Ведьмак 3 Вообще другая атмосфера Вообще накрылась Этими Островитянами Как будто на новую игру начал Плюс Йеннифер добавилось Как-то все обновилось Это хорошо И сложность повысилась Стало теперь интереснее драться По-моему и Гвинт Наверное вырос в сложности Или мне покажется Не знаю Но колоды у них очень сильные Все, друзья Спасибо, что смотрели С вами был Дмитрий Канал Шедвиль ЛПлей И до новых серий Ведьмаки 3 Пока